СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ 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 В общем, мы целом осветим этот проект, если можно так его назвать, а затем уже, в том числе, перейдем к тем замечательным книгам, в том числе, экспонатам, которые можно было посмотреть. Ну, если рассказать конкретно о работе нашего клуба, то клуб этот у нас довольно старый, он работает при библиотеке уже, получается, 7 лет, с 2011 года. Да, и к нам обратился Валерий Александрович Шутов, один из наших старейших членов этого клуба. Он стоял у истоков создания этого клуба. Он предложил, они подыскивали место, где бы они могли собираться, встречаться, и как раз выбрали нашу библиотеку для этих встреч. И вот уже в течение 7 лет у нас этот клуб работает. Начинался он, конечно, не в таких масштабах, в каких он работает сейчас. Там было буквально 10-15 человек, туристы очень активные, путешественники, которые ездили по разным странам. Они вот встречались между собой, общались, рассказывали о своих поездках, о впечатлениях, делились своими впечатлениями. Но постепенно этот клуб стал привлекать все больше и больше людей. Сейчас у нас ходят люди, которые, в принципе, мало где бывали, либо вообще нигде не бывали. Они занимаются таким своеобразным виртуальным путешествием. То есть послушаешь, как будто сам побывал, да? Да, как будто сам побывал, да. Самые бюджетные варианты, я бы сказал. И вот в последние, наверное, года два мы начинаем так уже расширять рамки. То есть мы приглашаем не только тех людей, которые где-то побывали, но и представителей других стран, по крайней мере, ближних наших, ближнего зарубежья, которые бы могли прийти и рассказать нам о своих странах. Служит наш коллеги. Да. Вот, например, у нас были студенты из Польши, которые приезжали по обмену. Европейская волонтерская организация их сюда привозила. Они вот приходили, рассказывали о своей стране. Были у нас представители армянской общины, городской, рассказывали об Армении. Были представители израильской общины, еврейской общины. Они рассказывали об Израиле. Ну, живут они, конечно, здесь у нас, в Кирове. Да мы знаем, и, слава Богу. Да, да, да. То есть мы уже постепенно стараемся выходить на такое вот расширение связей. То есть представлять уже конкретно людей, которые родились где-то в других странах, могли бы о них рассказать. А у меня интересный вопрос. Да. Библиотека-то имени Александра Сергеевича. Да. А Александр Сергеевич, ты ведь, как известно, какие там... Вы хочешь сказать, не русский? Да, у него тоже, да, богатые корни. Какие у него там корни интересные, да? Да, богатые корни. Представители Африки, возможно, у вас были? Да, да, да. Были? Нет, к сожалению, не было, но у нас мысль, да, хорошая. Идея, да. Да, хорошая идея. Здесь просто же так библиотека-то называется. Ну да, да, да. Там, на самом деле, если вот с этой точки зрения посмотреть, то очень многие русские великие поэты и писатели очень много написали произведений, связанных с Кавказом, с Азербайджаном. С Кавказом, конечно. У нас было два раза в месяц, кроме летних месяцев, у нас... Там перерыв. Перерыв. Соответственно, на эти встречи, да? Да, конечно, анонсируем. Прийти может любой желающий. Совершенно любой желающий, кто заинтересуется. Информация у нас бывает на сайте нашей библиотеки, в группе ВКонтакте, на сайте Управления культуры размещается. То есть вполне можно прочитать. ВКонтакте так же называется, да? Приглашение к путешествиям? ВКонтакте нет. Да. Плюс-минус. И люди рассказывают. Ну, очень-очень интересно. И вот эта последняя встреча уже была связана... Да. Значит... С Азербайджаном. С одной из красивейших стран мира. Теплых, добрых. Республика Азербайджан. Да, Республика Азербайджан. И Эльнур там был ведущей скрипкой. С главным. С танцем. А ты еще и танцевал? Ну, не я танцевал. И вот член нашего фонда. Девушка хороший, прекрасный танец исполняла. Всем вроде понравилось. Были в безумном восторге от этого танца. Ну, естественно, наряд. Да. Соответствующий. Ну, естественно, национальном азербайджанском костюме. Да. Она выступила очень хорошо, красиво. Кратко я рассказал об Азербайджане. Как раз в рамках клуба мы выберем два человека. Бесплатно будем отправлять в Баку. Ого. Так, 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 так. Поподробнее. Ну, у нас у фонда есть проект. Проект «Россия и Азербайджан». Значит, проект молодежный. Глазами российских студентов, как бы студентские проекты, глазами российских студентов Азербайджан. Ну, вот, я пообещал, уже где-то 8 человек есть кандидатов, по-моему. Ну, да, вот мы там, это уже из членов клуба. От нашего, да, клуба, да. Мы оттуда два человека. Онкурс будет? Ну, вот, старейший фонд, это, я думаю, что выберем вместе, совместно с вами два человека. Да, старейший нам фонд, это Кназиза Алиича показывает, да? Да, вот, отправим Азербайджан на 5 дней. Проезд, проживание бесплатное. Оплачивать все будете, да? Да, оплачивать все фонд. Так что вот... Счастливые. Это как раз наше участие. Володя, ты не член клуба? И сцена развития клуба-путешественников. Нет, к сожалению. Нет, еще не член клуба. А возраст у тебя? Возраст не студенческий. Эх, Володя. Давно уже, да. Вот от нас такой подарок будет членом клуба. Да, это будет здорово. Так что, чтобы их познание про Азербайджан было больше, а также они принимали участие, этот проект у нас будет. Я думаю, что ежегодно приблизительно мы будем сотрудничать как раз с клубом путешественников в рамках библиотеки Пушкина. И оттуда мы будем выбирать еще два человека на следующий год. Я уже обещал двоим, естественно. Ну вот, получается, у нас уже четыре человека уже есть. Я думаю, что, надеюсь, в этом году, в ноябре месяце мы уже двоих отправим. В ноябре будет, да? Да, оперативно, потому что уже делегация со студентами уже составлена. Как раз в рамках этой делегации будем отправлять пять человек. А можно поподробнее, что за программа там будет пребывания наших студентов? Вот эти пять дней, они чему посвятят? Посещение достопримечательностей, Баку, знакомства? Ну вот, смотрите, там они поедут сначала, встречает их наш гид в Баку, размещает, где они будут жить. Потом на следующий день, ну один день, свободный день, на следующий день начинается уже программа. Тур по Баку. И можно, там еще есть тоже Огненная гора, это в Гобустане, туда они поедут. Это гора, которая горит круглый год? Там есть еще храм огнопоклонников, он до сих пор сохранен. Непосредственно Гобустанский музей? Гобустанский музей, да, естественно. А также национальные блюда можно будет пробовать, в том числе по старому городу, это Ичари-Шахер, девочья башня, это как Газгаласы, естественно, вокруг него. Но там, если в Ичари-Шахер, даже, я думаю, два-три дня они там, если побудут, им еще не хватит. Многие фильмы снимались в Ичари-Шахер крепости. Да, да. Исторические фильмы, да? Комедийные. Самое интересное, «Бриллиантовая рука». Да, я что-то позабыл. Вот там, где упал Миронов в свое время. Черт подры. Да. Там висит такая доска памятная, что здесь Миронов падал. По-азербайджанке, соответственно, написано. И по-русски. И по-русски, да. И по-английски на трех языках. Вот потом... Уникальная возможность, прям, да, вы даете. Потом они пойдут, значит, по Баку гулять, а потом, естественно, в Азербайджане есть проспект Пушкина. Александр Сергеевича. По этому проспекту будут они гулять. Ну, естественно, памятник Пушкина будут они... Ну, да. Созерцать. Мы выдадим задание, чтобы они сфотографировались этим памятником и принесли к нам. Надо какое-то более серьезное задание давать. Не просто сфотографировались. Ну, там в центре стоит православный храм на улице Толстого. Улица Толстого в Баку до сих пор как бы существует. Именно так она называется. Ну, то, что связано, допустим, то, что осталось в постсоветское время, я хочу сказать, что Азербайджан практически единственная республика, где все храмы, все памятники, что связано с русской культурой, все сохранено. Более 400 русских школ. И поддерживается в соответствующем дам набежащем. Более 400 школ, не русскоязычных, то есть не русского сектора, именно школа, все там как бы на русском языке. Преподавание. Преподавание на русском языке. Очень, в принципе, там в Азербайджане, вот наши студенты, когда ездили еще в прошлом году, они статистику такую сами подготовили для нас. Я просто, у них задание было такое, чтобы еще узнать там, на каком уровне азербайджанцы знают русский язык. Вот не поверите, я сам не поверил. 68% опрошенных, это более 3000 человек. 68% чисто говорят на русском языке. Это в каком году было? Это было в 2015 году. А на сегодняшний день статистика уже больше. Там уже к 80% подходит. Ну, вот я говорю, практически в Азербайджане свободно. Свободно говорят на русском языке. Я думаю, что для нас, конечно, хорошо. Мы это поддерживаем. Ну, так это в рамках расширяющихся, ну, вот, дружеских отношений двух республик. Да, естественно. Мы же все знаем, что на сегодняшний день Азербайджан страна, которая конкретно поддерживает Россию во всем практически. Ну, я бы сказал, и русская культура в Азербайджане очень на высоком уровне поддерживается. Русская диаспора в Азербайджане очень активно работает. Мы с ними, с коллегами общаемся, держим контакт. Их руководитель Забелин, депутат Мили Меджлиса. Да, депутат Азербайджанский. Он уважаемый очень человек в Азербайджане. Это я считаю, что у нас получается в Азербайджане Мили Меджлис, это Совет Федерации, скажем так, уже высший ранг. Сенаторы. Да, вот и как раз в рамках этого проекта, благодаря библиотеке, я заранее хочу их поблагодарить, что они очень так вот взяли на себя такую ответственность, создали такой клуб. Это для нас тоже было приятно, быть участником данного проекта. Ну и на будущее мы еще их включим в свои проекты какие-то, не только там, допустим, по путешествию, в том числе, там, может быть, по изучению танцев каких-нибудь, если есть, будь желающий. Есть запрос такой, Ольга? Да. Возможно, как вы думаете, реализовать? Вполне возможно, почему нет. У нас, в принципе, именно вот даже не столько со стороны туризма, а сколько вообще культурные связи, культура, литература, искусство Азербайджана. Но, в принципе, это будет очень интересно людям, потому что такие культурные мероприятия у нас обычно пользуются очень большой популярностью. Ну, на удивление, я там примерно посчитал более 60 человек, по-моему. Да, да, было больше 60 человек, у нас меньше 30 никогда не приходит на этот клуб, то есть это один из самых посещаемых у нас клубов. Зал был полный. Да. Люди в основном одни и те же, то есть костяк какой-то есть, который ходит, да? Есть костяк клуба, но бывают вновь приходящие, кто-то отсеивается, кто-то вновь начинает ходить. То есть все равно такое движение есть людей, но есть определенный костяк, который ходит постоянно. Скажите, пожалуйста, вот вам лично, вы-то были, да, вот на встрече с Элью Романом? Да, да. Вот вам лично, что больше всего запомнилось про Баку, про Азербайджан? Это же потом подробнее, Эль-Нур будет. Про Баку... Что больше всего понравилось? Больше всего, конечно, запоминается, наверное, старый город. Мы смотрели видеофильм, это изумительная красота, это старинная азербайджанская архитектура. Вот, и очень, конечно, приятно было, что Эль-Нур так тепло высказывался, в том числе о связях с Россией, культурных. Вот, и то, что такое художественное сопровождение было, танец, конечно, изумительная вещь. И вполне уже такая вот мысль появляется, а не устроить ли нам даже, наверное, какой-то концерт, может быть, коллективов, вот, азербайджанской культуры, которые у нас есть в городе, чтобы они выступили у нас в библиотеке. Потому что у нас гостям нашего клуба, конечно, безумно понравилось, потому что, ну, видимо, не все знают, что есть такое в городе, не все имеют возможность посещать. Что непосредственно можно познакомиться с носителями, да, конкретной культуры? Познакомиться с носителями конкретной культуры, вот настолько на уровне диалога прямого, а не то, что виртуально там что-то посмотреть. Конечно, это живое общение, оно всегда интереснее, чем вот такое опосредованное виртуальное. А вопросы гостям можно было задавать? Да, конечно. Задавали вопросы из зала, что интересовало людей? Ой, ну, Эль-Нура там закидали просто вопросами. У меня было выступление рассчитано на 8 минут, я, наверное, 8 минут выступил, а потом еще 18 минут отвечал на вопросы. Что интересовало наш лирожан? Ну, интересовало, вот, в Азербайджане, очень много было вопросов, конечно, интересовало основным слушателей в Азербайджане, как сохранился русский язык, русская культура. Также многие там, некоторые люди вопрос задавали, были ли там, они впечатлениями делили, что мы были там. Это если, допустим, памятник Пушкина стоит и на месте, не убрали ли? Он же памятник, куда он денется? Ну, вот такие вопросы. Ну, видимо, в связи с тем, что в некоторых странах там происходит. Даже там был человек, она жила в Азербайджане до 7 лет, училась, она тоже своим впечатлением делилась, что я вот училась в Азербайджане. Еще в советское время? Да, еще в советское время первый класс ходила. И сейчас там не так, сохранилась ли эта культура, что девочки отдельно учатся, мальчики отдельно. Ну, вот я ей сказал, что сейчас вроде уже в цивилизованном мире живем, обитенили. Она, конечно, была очень растрогана, что ей удалось попасть на эту встречу. Видимо, так это всколыхнуло, вот эти детские у нее воспоминания. Это, видимо, возрастная такая, да? Да, женщина, да, в возрасте уже. И, по-моему, она у нас одна как раз из тех, кто записался в этот проект для поездки. Так не студент, скажи. Ну, вот мы... Записаться там можно, да? Ну, дело в том, что вот у нас проект рассчитан на студентов. Вот как раз в рамках клуба я пообещал, что вот там у нас записались люди. Два человека в этом году обязательно отправим. А то есть у меня не все потеряно? Два человека на следующий год. А вы тоже в возрасте? В возрасте, блин. Записаться надо в библиотеку, клуб, участвовать. Надо успеть. Надо успеть, да. Мы недалеко, да. Обещали только членов клуба отправлять. Вот. А сколько в клубе это всего состоит? Я сейчас точную цифру не назову, но там порядка 80 у нас контактов, если не больше уже. Но я говорю, что там люди меняются, кто-то отсеивается, кто-то приходит вновь. Но на встречах у нас бывает, я говорю, в среднем где-то 40 человек, там, под 50. Оставляют ли потом посетители какие-то пожелания? Не знаю, книга жалобы, предложения какая-то существует. Да, у нас существует книга отзывов, и очень часто люди оставляют там отзывы свои, и о встрече с Ильнуром у нас отзыв там был написан. Какой? Положительный, очень понравилось. Какой симпатичный мужчина к нам приходил. Вот это, кстати, да, очень многие оценили, поэтому у вас появились поклонники Ильнур в нашем клубе. Значит, мне надо стать членом вашего клуба. Я хотел спросить, кто, но не буду уточнять. Давайте сейчас поговорим о тех предметах, вещах, которые были представлены на этой встрече. Я кратко расскажу. Ильнур принес очень многое здесь. На меня смотрят с портрета Гейдар Алиевич Алиев. Гейдар Алиев. Вот я один момент упустили в библиотеке, и была выставлена литература. Из фонда библиотеки. Да, и я там заметил, что народ приходит, открывает, листает, читает. Ко мне потом одна женщина подошла, говорит, а где можно купить книги? Такие вот. К сожалению, их здесь нельзя купить. Прямо с таким вопросом, где приобрести можно. Да, вот я пообещал, я одну книжку подарю, «История Азербайджана», чтобы она почитала. Вот у меня как раз девочка, буквально вчера с ней связывалась. И я думаю, что сегодня или вчера уже книгу передали ей. Это здорово, да. Это книжка, это какое-то современное издание уже какое-то? Ну, это книжка, то, что мы ей подарили, это книжка, естественно, там с фотографиями. Нет, я имею в виду, вот насколько сейчас поддерживается издание книг, там, в том числе об истории, о культуре Азербайджана. Это все есть? Это все есть, конечно, но вот видите, сейчас мы живем в электронном веке, да, вот таких, скажем, бумажных носителей, к сожалению, становится мало и мало. Но есть любители. Но есть и любители, да, я сам любитель читать вот так. Но есть электронные, у нас есть диски, специальные книги на дисках, как бы там такие вот носители книги, культуры, там, традиции, обычаи, истории Азербайджана, все на дисках есть. Вот как раз мы это все тоже при возможности распространяем. Когда, вот я сам лично поехал в Азербайджан, люди там оттуда подарки несут, а у меня там 150 килограмм книг было, я вот носил, таскал. Вот такие вот вопросы. Кто-то должен этим заниматься в любом случае. Ну да. Ну как раз, видите, дело в том, что мы здесь живем, чтобы нам свою культуру не забывать, мы должны, конечно, интегрироваться, но не ассимилироваться, да. Из-за этого нам надо читать, изучать, а также уметь делиться. Если я изучил, для себя оставил, я сам знаю, а как я должен это передавать? Обязательно надо, чтобы это все передавали. Ну, обогащать, потому что сокровищница азербайджанской литературы, философии, там, поэзии, ну, этим же надо делиться. Просто я думаю, что иногда бывает, ну, не то, что жалко, а иногда бывает, ну, как бы ты думаешь, ну, почему я вот, почему вот человеку надо рассказать, кто такой Низами, кто такой Насим, и какие они произведения великие, что вошло в там сокровищницу уже ЮНЕСКО, весь мир уже. Лили и Меджнун, Фосрофий Ширин, Семь красавиц. Вот, об этих вещах, и потом, есть ведь масса поэтов и писателей, которые в 19 веке, в том числе вдохновившись российским золотым веком, да, литературы, тоже писали, и они писали на разные, в том числе на злободневные общественно-политические, которые актуальны до сих пор, да. Ну, и, конечно, как всегда, любовная лирика, романтическая лирика. А уж советский период у нас были какие поэты, там, один бахтер, вахабзады, чего стоят, как бы, великолепные стихи на уровне просто, ну, очень высокой. Ну, на самом высоком уровне, да. Ну, мы это стараемся здесь развивать, ну, конечно, как хотелось бы, не получается, но, как можем, так и развиваем. Основные проблемы с чем? Ну, дело в том, что, смотрите, основные проблемы упираются, да, основные проблемы упираются, в том числе и финансовые проблемы, нехватка времени, именно этим надо заниматься. Это общественная деятельность, это волонтерство, если на это внимания уделяешь, уже никак, там, не получается, там, ходить за отпуском хлеба. Вот, естественно, да, время и деньги. Время и деньги. Я бы хотел сказать, что молодцы наши студенты, наши земляки очень активно принимают в наших репрессиях участие, они сами даже приходят, если мне нет даже, у них куличи есть у всех, заходят ко мне в офис, если где-то выставка в университет, в университет, вот, недавно было, организовали выставку в Дом культуре «Космос», там тоже была концертная программа, проект назывался «Дерево дружбы», в рамках этого проекта мы тоже участвовали. Большую выставку книжную сделали, литературную сделали, также там различные, скажем, выступления были, национальные танцы и прочее. Вот мы стараемся, как бы, участвовать во всех мероприятиях своих и куда нас приглашают. Вроде мы никому не отказывали, в принципе, всегда открытые, есть у нас и ресурсы определенные, допустим, если выставка книг, пожалуйста, у нас очень богата библиотека у фонда, а также национальную кухню можем там, скажем, приготовить. Продемонстрировать и угостить. Да, естественно, вот библиотека Центра национальных культур, там у Рыкова и Анатолийна мы неоднократно это проводили, фестиваль национальной кухни. А сюда принесли что-нибудь во время клуба? Ну, к сожалению, туда только танец, туда только танец, я думаю, что в следующий раз, в следующий раз обязательно я обещаю, уже с национальной азербайджанской кухни, сладостями, пахлавошек, груш, шеренчуряк, мы переведем туда, чаепитие строим. Да, да, азербайджанское чаепитие. Да, было бы неплохо. Ну, тогда уже придет, наверное, не 60 человек. Может, 260. Да, пожалуйста, мы будем рады. Мы будем рады. Давайте сейчас небольшую рекламную паузу сделаем, нам надо прерваться. Напоминаем, что мы говорим о проекте приглашения к путешествию в библиотеке имени Александра Сергеевича Пушкина. Вот крайнее как раз было путешествие в Азербайджан. И наши гости Эльнур Гусейнов, президент благотворительного фонда Азербайджана и Ольга Чайкишева, заведующая отделом обслуживания Центральной городской библиотеки имени Александра Сергеевича. И вернемся через минуту. Союз нерушимый. Все-таки предлагаю поподробнее поговорить про вот эти книги Эльнур, которые... Которые перед Эльнуром лежат, правильно? Да, я с удовольствием поговорю. А как вот ты демонстрировал, что вот про каждую книгу говорил людям? Нет, ну там я про книги не говорил, конечно. Книги там на столе были. Здесь я просто перевез книги. Как раз хотел, что вот у нас в фонде, в библиотеке фонда Азербайджана, благотворительного фонда Азербайджана, есть такие книги на русском языке. Это очень редкий экземпляр. Можно я гляну? Я уже не помню, когда последний раз в Советском Союзе, в России, и издавался на русском языке Саабиш. И там как раз и про Пушкина тоже есть упоминание. Это интересно будет. Также разные... Ведущие углубились в книжки, вы продолжаете. Мы с удовольствием рассматриваем. Да, а также эта книга, получается, уже современного писателя Ровшана Мустафаева. Рай называется, в принципе. Тут можно тоже почитать. Вот посмотрите, я вот не могу стерпеть, извините, Нур. Да, пожалуйста. Давайте почитаем что-нибудь. Актуальный стих. Давайте. Вот посмотри, Володь. Пусть грабит мой народ, что мне за дело. Пусть он страдает от несгод, что мне за дело. Я сыт, что мне за дело до других. Я сыт, мне просто наплевать на них. Пусть пухнет с голоду весь мир, что мне за дело. Это Саабир писал на рубеже 19-20 веков. Конец 19 века. И как это звучит сегодня? Да. Больше ста лет прошло, да. И как это звучит сегодня? Суть. Да, она актуальна. И это вот такой вот он поэт. У него есть, конечно, и романтическая как бы лирика. И на русском языке это, господи, вот вообще это, ну не знаю. Просто удовольствие можно. Очень, очень ценное издание. И есть такая книга в библиотеке Пушкина, да? Вот конкретно такой нет. Есть старое издание советское Сабира. Вот там, не берешь даже сказать, какого года, но современного нет. Но никакого года не было. Советское время тоже хорошо как бы переводилось и печаталось там. Слава богу, что сохранились. Вот я еще хотел рассказать и за одним сделать такой подарок Азизе Альичу. Так. Азербайджанские музыкальные инструменты. Но он же мне не может вне эфира делать подарки. Да, да. Я ему просто обещал, здесь и в стиле мухама практически на азербайджанских инструментах исторически играет. Народный инструмент, да. Да, балабан. Ну тоже инструмент, да, струнный. Вот тоже инструмент. Это очень редкий инструмент. Ну да, да. У него звук такой немножко, конечно, как, знаете, как балалайка. Азербайджанская балалайка. Вот, Азиз Альич, это вам. Спасибо большое. Спасибо большое. Да. Азиз Альич, если вы не против, я потом возьму, чтобы скопировать. Ну, конечно, посмотри, как красиво выглядит. Да, это же диск. Да, это диск. Можно скопировать будет. А у меня еще для библиотеки будет тоже подарок. Это азербайджанские ковры, потому что я посмотрел, там как раз ко мне тоже подошли. И говорят, я же знаю, вот у девушки увидел, а с чем такой красивый? И у вас и ковры такие, узоры такие. Вот я вам эту энциклопедию дарю. Во-во-во, я хотел уточнить. То есть Эльнур библиотеке дарит не КАМАЗ, ковров азербайджанских, а книгу, где описаны, собственно, да. Может ваши читатели воспользоваться этой книгой. Могут даже там где-то кто-то умеет уже узоры повторить. То есть в книжке описана технология изготовления. Да, и технология, и ковры, как это все можно сделать. Кстати, кто поедет в Баку, значит, там на бульваре, напротив девичьей башни, прямо построен современнейший, красивейший музей азербайджанского ковра. Да, да. И вот кто будет в Баку, я вот прям рекомендую посетить этот музей. Вот наши делеганты обязательно посещают. Володь, я еще к вам с пустыми руками. Ну, а радиостанции тарелочку. Да, для радиостанции Хамасковы, наша любимая радиостанция. Спасибо. Я вам тарелочку такую. Вот видите, тут солнышко, потому что солнечный город это Баку. Да, да. И девичья башня, и здесь Файтон. Вот видите, проходит старинный уже эпизод. Файтон, это старинная азербайджанская карета, скажем так. Карета, да. Вот как раз вот... То есть она запрягается тоже, да? Запрягается, да. Да, вот эту... Я вот сейчас не помню, у нас они... Сейчас они есть? Есть в Азербайджане, есть катаются. Что-то я не видел в последний раз, но, наверное, да. Есть, естественно, есть. Как раз они рядом, через Шахар, как бы старым городом, по бульвару очень так вот... Это тоже, да, это тоже развлечение, которое можно с удовольствием... И своего рода Файтоны там уже, знаете, накрашены, там красиво оформлены в национальном стиле. Туда садишься, тебя дают кюрку, папаху, кинжал, ты уже себя почувствуешь. Мешады. Мешады-то уважаемый человек. Да, да, да. Так что вот... Спасибо большое. Спасибо прям, вот чувствуется, что излучает тепло и свет. Да, вот. Спасибо. Из солнечного Баку. Да, подарок. Спасибо большое. Еще раз хочу поблагодарить, конечно, библиотеку, библиотеку Александра Сергеевича Пушкина, что такой проект организовывали. И приглашаю всех жителей города Кирова обязательно посетить ваш клуб. Очень интересно и с удовольствием. Вот в этом году мы два человека выбрали. В следующем году из ваших же путешественников еще два человека за счет благотворительного фонда Азербайджан, Кировского благотворительного фонда Азербайджан отправим в Баку. То есть, по факту, получается, что... Они стали настоящими путешественниками. По факту, получается, что из клуба путешественников отпочковывается клуб любителей путешествий по Азербайджану. Ну, почему бы и нет. Почему бы и нет. И, может быть, клуб любителей культуры азербайджанской. Потому что, действительно, если, может быть, и есть ли силы у фонда, надо это обсудить, у фонда Азербайджан. Потому что, если начинать действительно во рамках клуба рассказывать об отдельных писателях, поэтах, об отдельных жанрах музыки, и приглашать мастеров, которые умеют на народных инструментах реально играть. Ну, я думаю, мы встречи однозначно продолжим. Уже в следующем году, даже, может быть, и в начале уже года где-то еще раз мы встретимся. В следующий раз мы уже с живой музыкой. Да, то есть мы... И расскажем, споют, танцуют. Именно сделаем ставку на культуру Азербайджана. Поподробнее познакомим именно с культурной стороной. Потому что очень много желателей. Есть люди, которые желают послушать вживую именно вот те инструменты, которые вам подарил. Понятно. Они у нас здесь есть, в принципе, и играют. И на станции Хамосква они неоднократно играли. Играли, да, да. Вот, и пригласим с удовольствием. Я думаю, что для членов клуба они соиграют, изучат. Они, может быть, кто-то умеет даже играть, придут, попробуют. Не умеют, посмотри. Не могут. Не могут. Это очень интересно. Для путешественников Азербайджан просто клад, на самом деле. Ну, это одна из древнейших, наверное, стран мира. Поэтому там можно говорить бесконечно об истории, культуре и памятниках. Вот я вам скажу, у меня очень много друзей, которые посетили Азербайджан, именно Баку. С одним очень хорошим знакомым мы недавно встретились. Он мне рассказал, что, слушай, я же с семьёй ездил в Баку. А, да? Да, я говорю, с семьёй ездил в Баку. Там очень красиво. У меня такие впечатления очень яркие. Но я обязательно ещё раз в следующем году поеду. Потому что не успел всё смотреть. Да, там развивается, на самом деле. Вот сейчас, например, я последний раз ездил, там уже конкретно организовали экскурсию, которая называется «Крепости Абширона». Да, да, да. Там действительно очень много старинных крепостей, великолепно оформленных. Там, например, в посёлке Гала, который переводится как «крепость». Крепость. Как бы зрелище, на самом деле. Ну вот, мы говорили, конечно, больше о Баку на нашей встрече. И почему бы вот сейчас не встретиться и не поговорить, в том числе и о других каких-то городах древних Азербайджана? Почему нет? Это очень интересно будет. Ну, обязательно мы это подготовим, концепцию этого проекта. И пригласим Азиза Алиича туда, как участника. Да. Я поучаствую. Я не знал, что у вас такой хороший клуб, и такая будет программа хорошая. Простите, я тут замолчал. Что, собственно, человеку микрофона. Отдыхай, пожалуйста, Володя, отдыхай. Мы продолжим. Я просто Самира читаю. Увлёкся? Да, вы знаете, бегаю глазами, перелистываю страницы. Я чувствую, что это, ну, это, вы знаете, это печать гения, что называется. Величина, да. Когда сквозь века и сквозь года твои вещи остаются актуальными. Вот о чём я люблю. Это гений, да, безусловно. Между тем, время-то наше истекло, к сожалению. Берите на заметку всё, что сегодня прозвучало в нашей студии, да. Если вы интересуетесь странами, вам интересно узнавать культуру других народов. Слушайте не только программу «Союз неравершимый», да, но и добро пожаловать в библиотеку имени Клушкина. Клуб «Путешественников», да. Спасибо, Владимир, спасибо, Эхо Москвы. Спасибо нашим гостям. Удачи вам, успехов. Спасибо. Ольга Чистишева, Эльонор Бусейнов. Всего доброго, до свидания. До свидания. До свидания. СОЮЗ Нерушимый